всем привет чтобы вы понимали что такое хронический простатит что это за ужасный недуг как с ним жить как с ним бороться необходимо рассказать вам основные сведения о предстательной железе начинаем нам необходимо говорить на одном языке для этого нужно рассмотреть некоторые понятия анатомии и физиологии предстательной железы наберитесь немного терпения я расскажу вам основные сведения на простом языке это необходимо предстательная железа это наименование на русском языке часто используют термин простата это латинское наименование оба правомерно естественно предстательная железа это не парный орган в малом тазу существует анатомическое деление на большой таз и малый большой таз это пространство между крыльями подвздошных костей они плоские широкие как у слона уши сзади большой таз ограничен крестцом впереди это пространство ограничено только брюшной стенкой костного каркаса нет большой таз переходит если опускаться ниже в малый таз это уже замкнутое цилиндрическое пространство которое ограничено впереди лобковыми костями сзади соответственно находится крестец переходящий копчик по бокам расположены седалищные кости в большом тазу находится нижняя часть брюшной полости в которой расположены петли тонкого кишечника отдельные части толстого кишечника покрытые брюшинной оболочкой эта оболочка не опускается в малый таз поэтому все органы малого таза находятся вне брюшинного там располагаются прямая кишка мочевой пузырь если представить себе мочевую пузырь в виде бытовой кухонной воронки вот в том месте где воронка переходит в тонкий носик ее охватывает кольцом простаты то есть через предстательную железу проходит шейка мочевого пузыря и начальная часть мочеиспускательного канала все эти органы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом них общий нервно-мышечный аппарат системы кровообращения и лимфообращение функционально они тоже связаны об этом я скажу чуть позже органы малого таза расположены на очень плотной массивной эластичной и надежной тазовой диафрагме которая закрывает нижнее отверстие малого таза тазовая диафрагма это сухожильно мышечная структура которая переплетена фасциями позволяет органам находиться своем правильном положении ослабевание тазовой диафрагмы сразу приводит к дислокации и нарушению функций органов малого таза предстательная железа состоит из правой и левой долей они разделяются условно форма предстательной железы не идеальный шар напоминает немножко стилизованную форму сердца немного сплющена такое вот сердечко как его рисует сплющена спереди назад поэтому еще вот предстательную железу называют вторым сердцем мужчины может быть поэтому а может быть потому что от ритма и четкости функции простаты зависит жизнь мужчины почти что как и от главного сердца но это все шутки конечно доли простаты правая и левая состоят из множества грозди видных структур которые называются ацинусами мелкие пузырьки заполнены секретом они соединяются друг с другом протоками которые укрупняются по мере присоединения новых грозди видных образований внутреннее строение напоминает множество виноградных грозди из каждой доли выходит 20 40 протоков очень тоненький и они открываются мочеиспускательный канал эта зона канале называется семенным бугорком такое утолщение рядом с боковыми поверхностями простаты расположены правый и левый семенные пузырьки именно в них скапливаются и депонируются новые клетки сперматозоиды их вырабатывают яички как все знают эти клетки необходимы для оплодотворения простота вырабатывает специальную жидкость которая заполняет ацинусы и содержимое простаты из семенных пузырьков при сокращении всего аппарата и представляет в конечном виде эякулят какие же функции выполняет предстательная железа первое это секреторная функция наверное вы знаете что секреция желез бывает внешне например потовые железы когда секрет выделяется на поверхность кожи и внутреннее выделение секрета слюнных желез панкреатического сока то есть выделение жидкости во внутренней полости есть еще и инкреторная функция которая заключается выделение гормонов и подобных им веществ не через проток в какую-либо полость а в кровь эта продукция гормонов гипофиза щитовидной железы на продукция мужских половых гормонов или андрогенов эстрогенов из женских половых гормонов гормонов надпочечников и других эндокринных органов так вот простата выделяет кроме своего секрета то есть жидкости которая скапливается вот в этих ацинусах выделяет еще ряд биологически активных гормона подобных веществ под названием просто гландин вот пример просто гландин of это пример частых заблуждений в науке сначала эти вещества были обнаружены в простате и названы ее именем а позже выяснилось что многие ткани их продуцируют но название осталось просто гландин а существует множество классов действие их разнонаправленные похоже на действие медиаторов воспалений таких как гистамин серотонин они стимулируют клеточный иммунный ответ и вот жидкость из предстательной железы она разжижает содержимое семенных пузырьков и от состава жидкости предстательной железы зависит во многом степень подвижности сперматозоидов и способность их к оплодотворению секреторная функция была бы бесполезна без моторной функции просто то есть сократительной функции между грязьевидными структурами находятся гладкомышечные элементы когда механизм рефлекса запущен весь аппарат в малом тазу то есть семенные пузырьки вместе с простатой выбрасывают конечную жидкость и экулят и вот состояние нервно-мышечного аппарата предстательной железы очень важно сокращение должно быть эффективным энергичным чтобы жидкость полностью освобождала аценицы простаты и там не происходили явления застоя просто то это гормона зависимый орган то есть ее состояние профика и функции зависит от уровня андрогенов и эстроген то есть мужских и женских половых гормонов условно выделяют центральную зону это эстрогенозависимая в ней формируются узлы аденомы или иначе называется доброкачественная гиперплазия предстательной железы я буду об этом говорить позже все узлы которые формируются в центральной зоне активно действуют на мочеиспускание потому что мы знаем что в центре простаты проходит шейка мочевого пузыря начальная часть мочеиспускательного канала а вот еще одна из важной функции простаты это замыкательность то есть простата участвует в удержании мочи на самом деле существуют специальные кольцевидные мышцы сфинктеры внутренней и наружной кроме них простота своим массивным железистым телом и мышечными структурами тоже принимает участие удержание мочи поэтому после оперативных вмешательств чаще всего повреждается внутренний сфинктер мочевого пузыря и так как удаляется железа при опухолях замыкательная функция частично утрачивается поэтому поэтому важно не повредить наружный сфинктер мочевого пузыря при операции когда будет удержание мочи у пациента почему я об этом достаточно подробно рассказываю чтобы в процессе обсуждения проблем простатита мы не возвращались к таким базовым понятиям и знаниям чтобы вы себе представляли все правильно и не задавали лишних вопросов на этом все друзья на сегодня достаточно информации следующие видео будут посвящены различным заболеваниям предстательной железы чтобы не смешивать в голове ваши все понятия чтобы вы разбирались хорошо в том что происходит в вашем организме подписывайтесь на мой канал я расскажу вам правду о простатите принимайте мужское решение ставьте лайки до встречи